Чем надо быть, чтобы даже после прилетов в Москву, терактов в Питере и где угодно еще, после обстрелов Белгородчины, Корщины, говорить, что они воюют за Донбасс? Вы нормальные вообще! Уровень безумия и антиукраинской истерии на российском государственном телевидении достиг таких показателей, что взбунтовалась даже известная коллаборационистка Татьяна Монтян, которая сама вообще-то поддерживает российскую агрессию против Украины. Монтян не выдержала после того, как главный рупор Кремля Владимир Соловьев в одной из своих программ призвал не жалеть оставшихся в Украине людей и просто сносить, уничтожать все украинские города квартал за кварталом. Я недавно разбирал это видео Соловьева в одном из своих предыдущих видеоблогов. Харьков с лица земли стереть надо. Вот просто, чтобы иллюзий не было никаких. Но начать надо с Киева. Просто уничтожить надо. Вот все, стереть с лица земли. А один из гостей Соловьевского ток-шоу, депутат Госдумы России Андрей Луговой вообще призвал устроить в Харькове гуманитарную катастрофу для того, чтобы изгнать из города коренное население. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не жизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. К этим фрагментам я специально сделал английские субтитры, разместил их в соцсетях и призвал всех их распространять. Чтобы блогеры, журналисты из других государств тоже могли посмотреть, какая откровенная пропаганда геноцида сейчас звучит на российском государственном телевидении. И к моему большому удивлению, среди тех, кто, в общем-то, последовал этому призыву распространять эти видео, оказалась и Татьяна Монтян, которая тоже взяла именно мои ролики с моими вот этими английскими субтитрами и разместила у себя в телеграм-канале. Я абсолютно без претензий, в принципе, я сам призывал это делать. Это очень хорошо, что она это сделала. И Татьяна Монтян там писала прямо, она назвала Соловьева фашистом, заявила, что его вот эти призывы полностью вписываются в рамки фашистской пропаганды. Ну и тем самым фактически признала, что на российском государственном телевидении пропагандируется фашизм. Ну вот прямая речь. Снова в прайм-тайм на федеральном канале заговорили о тотальном уничтожении Харькова и Киева. Нахтигаль, ну то есть Соловьев, это она его так называет, потрясая кулачками, потребовал от Путина и Шойгу немедленно отдать приказ и дав мирным жителям 48 часов, значит, начать квартал за кварталом, равнять Харьков с землей. Следом то же самое Путин и Шойгу должны сделать с Киевом. Иудо-фашист уверен, что на территории Украины не осталось ни одного сторонника России, а значит и освобождать там некого, всех уничтожить. Ему вторит и какой-то его гость требует от руководства ВСРФ заставить еще оставшихся в Карькове 800 тысяч жителей схватить тюки и спасаясь от ковровых бомбежек двинуться на запад. То же самое, по его мнению, необходимо повторить и со всеми остальными городами на территории Украины. Это не так кроваво, как у Нахтигаля, но тоже впечатляюще. Кстати, просто любопытно, а Запорожье, Херсон, Славянск с Краматорском и прочие населенные пункты тоже надо тотально разрушить и убить всех, кто не успеет убежать? Это вроде бы как города в составе РФ по Конституции, хотя и находятся под контролем нынешних киевских властей. За призывы к их по квартальному уничтожению вместе с жителями уже как-то надо отреагировать. Ну и в целом организовать геноцид на порядок, превосходящий по масштабам то, что сейчас делает Израиль в Газе, безусловно лучшее, что сейчас нужно требовать с экрана федеральных каналов от Путина. Чтобы весь мир забыл об Израиле с Палестиной и обратил все внимание на нас. Ответственным лицам за внутреннюю информационную политику ВП большой привет за таких вот орденоносных ведущих иудофашистов, написал Амантян в своем телеграм-канале. А вот еще один пост, следующий пост. Значит, в своих пятиминутках ненависти истеричный иудофашист договорился до того, что начал решать, какие православные храмы осквернены, их вполне можно равнять с землей. Речь о Киево-Печерской лавре, которую иудофашисту не жалко. У меня лишь один вопрос, с какого перепугу иудей, вещающий тезисы в рамках фашистской идеологии, должен решать, какие православные храмы сносить, а какие нет. Может, пусть о своих синагогах размышляет. И что это, как не разжигание розни, еще и по религиозному признаку, пишет Мантян. С тем, что высказывания Соловьева бесчеловечны и полностью вписываются в рамки фашистской идеологии, не поспоришь. С тем, что это призывы к геноциду, тоже не поспоришь. Это полностью соответствует тому, что я думал и говорил в своих видеоблогах сам. Но есть один маленький нюанс. Для меня Соловьев и режим, которому он служит, это враги, это оккупанты, это фашисты. А для Татьяны Мантян это союзники и единомышленники. Она с ними в одной лодке, по одну сторону баррикад. Она обслуживает тот же самый режим, что и Соловьев. Она поддерживает точно так же, как и он, вот эту захватническую преступную войну против Украины. Она точно так же, как и он, поддерживает шизофреническую политику Путина. И всю его бредятину про деноцификацию, демилитаризацию и так далее. Мантян очевидно понимает, насколько ужасна та пропаганда геноцида, которая звучит на российском государственном телевидении. Ну, очевидно, она все-таки не полная ду... И любой нормальный человек с какими-то остатками интеллекта, конечно, видит, какая дичь вообще транслируется на российском телевидении, насколько дико все это звучит. Поэтому Мантян пытается как-то откреститься, отгородиться от этого, сделать вид, что, мол, это все какой-то плохой Соловьев, я не имею к этому отношения. Но это так не работает. Дело в том, что Соловьев это не какой-то маргинальный блогер, который сам по себе что-то пишет у себя где-то в телеграм-канале, по зову своего сердца, скажем так, ни на кого не ориентируясь. Нет. Соловьев это рупор режима, на который работает Татьяна Мантян. Соловьев это высокопоставленный российский госслужащий, который получает зарплату из бюджета, работает на государственном телеканале, который финансируется из бюджета. И, следовательно, работает по методичке. Он делает только то, что говорит ему делать начальство. Это не самодеятельность. Если бы Путину не нравилось то, что говорит Соловьев, то Соловьева в лучшем случае бы давно уволили, а в худшем посадили бы в тюрьму. Потому что в России за такое легко могут пришить статью и упечь лет на 10. Но раз Соловьев работает, получает высокую зарплату, ему ничто не угрожает, значит он делает все, о чем ему говорят. То есть он качественно обслуживает Кремль и озвучивает только те тезисы, которые Кремль от него требует озвучивать. Соловьев транслирует официальную позицию российского режима. Того самого режима, которому добровольно пошла служить Татьяна Монтян. Того самого режима, который не на словах, а на деле в реальности стирает с лица земли целые украинские города. Квартал за кварталом. Это не фантазии Соловьева, который там говорит, а давайте вот что-то сотрем, снесем Харьков. Нет. Российская армия уже это сделала реально с целым рядом городов Донбасса. Российская армия уже стерла квартал за кварталом Мариуполь, Попасную, Бахмут, Солидар, Маринку, Авдеевку. И прямо сейчас продолжает стирать новые города. И сколько бы Татьяна Монтян не пыталась от этого откреститься, сколько бы она не пыталась осуждать, вот это гневно осуждать, да истерики Соловьева, что мол ах вот он негодяй такое несет. Да нет, не получится от него отмежеваться, потому что нет никакого самостоятельного отдельно взятого Соловьева. Соловьев работает на тот же режим, на который работает Татьяна Монтян. Он часть того же режима, а они вместе часть одного целого. Это и есть русский мир, за который она борется. Да, вот так он выглядит. И другого русского мира не бывает. Подписывайтесь на канал, друзья. Я просто не знаю, кем надо быть, чтобы даже после прилетов в Москву, терактов в Питере и где угодно еще после обстрелов Белгородчины, Корщины говорить, что они воюют за Донбасс. Вы нормальные вообще. Неадекватная прихильница русского мира Монтян ризко начала критиковать как российскую пропаганду, так и российскую владу. Зокрема, через то, что их риторика является не очень правильной на ее думку. Хочется запитать, а как же так? Неужели российский диктатор Путин для зрадницы звучит не очень переконливо? Россия не может это делать, встать на защиту своих людей. Причем не где-то за тысячи километров от своих национальных границ, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. И мы начали эту войну на Нанбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить и скоренить нацизм. Я не знаю даже, что тут сказать. Ну, просто больные люди. За ради справедливости скажу, Монтян не критикует пока что Путіна напрямую. Проте, ее чемусь начала обурювать деяка риторика кремлевского режима. И, конечно, на это реагировали российские пропагандисты, которые, власне, и получают от этого режима деньги. Короче, Монтян все очень переживает, все жалуются, что вот Уткин умер, а не я. Монтян, тебя надо посадить. Ты цепсошная т... Ты просадил свою родину, Украину, и делаешь все возможное, чтобы мы потеряли свою. Ты жалкая ничто, которая обслуживает интересы врагов нашей страны. Может, пора все-таки навести порядок в этом новопатриотическом блоке вчерашних... А з цим, взагалі, доволі цікава історія. Бо є зрадники нашої країни, які мріяли про життя в Росії. Мріяли про Путіна, підтримували всі його дії та поїхали на Росію за кращим життям. Потинялися там і зустріли ненависть та агресію з боку тих же ж неадекватних персонажів, як от Соловьов, Витязева і вся ця кодла. Його, розчарування то яке. Вони то думали, що там буде солодке життя. Що їм Путін допоможе, але... Як-то каже слово на три букви. Увий. Зрадників там взагалі цькоюють за те, що вони колись були громадянами України. От приклад, це Наталя Поклонська. Ще одна баришня, яка зрадила нашу Україну. І ким, власне, в Росії вона там вже тільки не була. Так от, її почали принижувати через те, що вона сказала, увага, що і досі є українкою. Так, з проросійськими поглядами, себто, за Путіна. Але українкою. Ну, і там дамбу прорвало настільки, що вона отримала величезну хвилю хейту звідусіль. Хочу напомнити різним політичним експертам, так називаємо, ми їх багато зараз, що за оскорблення людей по національній принадлежності карається законом. Аккуратні, з висказуваннями. Ми всі равни. Як вона заговорила просто, бачиш, ми всі равни. В мене є питання, в принципі, якого біса вона себе до українців там прирівнює. Ні-ні-ні, так, як вона, тільки під сут і все, і там вже нехай розбираються з ними. А взагалі, чого вони там всі скавчать? Хотіли Росію? Хотіли Русський мір? Не подобалась Україна? Отримуйте. Будемо, звісно, всю адміністрацію переводити в обласний центр, але поки ми не бачимо такої можливості. Запорізький гауляйтер є. Балицький розмріявся про те, як він з друзями-окупантами буде переносити свою так звану адміністрацію в Запоріжжя. На думку колаборанта, у них неодмінно вийде там опинитися. Що ж, схоже, він явно надихнувся своїм покровителем Путіним, який свого часу мріяв за три дні опинитися в Києві, а опинився в пожиттєвих та безмежних боргах перед Китаєм. У нас є і сили, і срідства, і срідства їх доставки, щоб уніштувати всю інфраструктуру українського режиму. Я це кажу достатньо авторитетно, як воєнний льотчик, которого готували до того, щоб боротися з промисленним потенціалом, вважаючи, що я являюсь пілотом стратегічної ракетоносної авіації. О, ще один пілот. 33 бойових виходи. Туди? За лінію фронту. Ну, фантазія у цього терориста явно працює не дуже. Я раджу йому взяти приклад з білоруського диктатора, оскільки той, ну, поки що, лідирує в переліку професій. Я професіональний футболіст. Я економічний факультет закінчував. Ви маєте справи з фотографом советським. Я хороший спортсмен по многим видам спорту. Я паралельно закінчував школу лекторів. Так, я іграв неплохо на баянні. Я тоді какое-то часи громадянське знання возглавляв. Тобто я з операторським справом добре знаний. Я був аж заведуючий в університеті студентської лабораторії. Я міжнародником завжди був. Я, Дмитрий, пограничний. Але якщо відкинути гумористичну складову, то ми бачимо терористів, які продовжують щоденно погрожувати світу. Продовжують вбивати людей, обстрілювати цивільних і радіти тому, що наші громадяни страждають. Радіти всім тим руйнуванням, радіти терактам, вбивствам. 22 березня країна-терористка завдала масованого удару по Україні. Зокрема, влучила подніпровський ГЕС. І це викликало неабияку радість у рупорів Путіна. Як тільки добрі русські люди почали просыпатися, хто в 6, хто в 7, у кого, как у график, і стали скролити свою ленту в Телеграмі, тут, в общем, у них і сердце зашлось, так сказати, в радостному трепете. Там появились такі приєтні нашому серцю сообщення о ракетних атаках. Ну, вже традиційно в воздух поднялися 4 ракетоносца, Ту-95. Многочисленні взрыви в Харкові, многочисленні взрыви в Кривому Рогі, многочисленні взрыви в Вінниці. І от після цього ці нелюди щиро кажуть, що ми не розуміємо, чому українці нам не співчувають, чому вони такі злі до нас. Серйозно? Рупор Путіна Соловйов фактично почав виправдовуватися перед псевдоголовою псевдореспубліки через те, що російський диктатор ще в 2014 році не почав широкомасштабну війну проти України. Через це, на думку Соловйова, Донбас дамбіли всі ці 8 років! Я зараз не про України, але в нас не було тоді ні преимущества в стратегічних військових військових. Треба багато питань. Безусловно, ми розуміємо, чому, але ми розуміємо, з яким зараз трепетом, з яким вниманням відноситься до нас, до жителів Донбаса. Трепетом і вниманням. Скажіть цікаво, Пушилін вигадав заміну словосполученню «поклав болт». Причому це зробив не лише Путін, а й ці псевдобаташки бананових республік. Давайте по черзі. Так звана линери вже то не у смітті. Треба вирішити цей вопрос, тому що ніхто цим не займається, я так розумією. І воняє взагалі невозможно. Та хлятина воняє. Три кілька місяців тому перестав регулярно ввозитися мусор сюди. І, відповідно, мусор стал копиться. Вивозить сюди весь містор. Рані ми ввозили, були стоїли мусорні баки, поскільки мусора було в гораздо меншому об'ємі. Ми все це закривали, були стоїли ворота, був стояв забор, щоб декоративно хоча б скрити там проблему, яка є на сьогоднішній момент. Але, поскільки об'єм мусора, який є на сьогоднішній, перевищає ці забори і ці баки, то це фізично вже скрити невозможно. До речі, Луганськ-то Путін освобождав ще в 2014 році? Квітне та розвивається. Деградація, правда що? А зараз ми побачимо так звану динери. Знаєте, що це було? Це просто приїхали якісь люди на газельки і сказали, от пряма цитата, «Ето німиві тут набросали все це» і продовжили далі викидати сміття на проїжу частину. А це був Донецьк, я нагадаю, це місто, яке мало шалений розвиток до 2014 року. А той факт, що Путін перетворив окупований Донбас на величезне сміттєзвалище, вже очевидно усім. Навіть тим зет-патріотам, які з самого початку були за божевільні ідеї Путіна. Реальність окупованого Маріуполя Зетнутих росіян та пропагандистів фактично почало розривати від злості через те, що один блогер почав показувати нову реальність окупованого Маріуполя. Там чомусь не видно відродження, не видно відновлення. Проте видно те, до якого стану дійшло місто за підтримки та спонсорування Путіна. А так, в такому місці дійсно хочеться розслабитися. Отак, знаєте, розслабитися, витягнути руки, потягнутися, іх, та сказати дякую Путіну за прекрасні руїни. І піти бродити далі. Чесно, кажуть, дуже страшно ходити по місту. Все тут би змінилось, і взагалі людей мало. Я навіть не знаю. Та я тебе прошу. Ну так, цей пляж дійсно нагадує закинутий парк-аттракціонів Прип'яті. Так, навколо картинка ніби це недобудований, та теж закинутий Прип'ятський мікрорайон 4А. Але ж з Росією в серце! Чому ж тут не радіти? Абсурд у тому, що там є реально люди, які від цього отримують насолоду. Більш того, вони навіть намагаються придушити проукраїнський спротив. Більш того, що тут частина до хініних всіх. Кого? Про п***у українців сидять, які сидять і ждуть. Ну, якщо чесно, ждуны є. Є? Много? Є? Ні, але є. Кого ждуть? Ну, понятно. Україну ждуть. Не дождуться. Не кажучи, вже Мариуполь, вже все. От я розказувала племяннику, говорю, їду в автобусі, прям жінка мені. Ой, ну і що починає стонати? Як ви думаєте, скоро Україна повернеться? Я говорю, я можу вас огорчити. Нікогда. Правда, я говорю, однозначно. Однозначно тут тільки те, що коли Україна поверне собі під контроль це місто, а це обов'язково станеться, оскільки жодна окупація не триває вічно, ці поціновувачі русского міра або втечуть до Росії, або швидесенько спробують перевзутися. Однак, завдяки цим відео ми все бачимо та все знаємо. І кожна подібна істота, яка підтримує русский мир, підтримує терор окупантів та чинить його стосовно проукраїнськи налаштованих людей, отримає справедливе покарання. Кожна, щоб вони там потім наказали. Історія все пам'ятає. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!